Возле своих школ выпускники начали собираться еще за час до начала экзамена, потому как процедура прохода в здании и прохождение самого экзамена близка к ЕГЭ. Строгий контроль. Волновались все, видят результатов этой работы. Будет напрямую зависеть допуск школьников к госэкзаменам в конце года. Честно, очень волнуюсь. Не знаю, не знаешь, какие темы просто тебе попадутся. Ну, из-за этого, наверное. Волнуемся, очень волнуемся. Это первый экзамен в нашей жизни, очень страшный. И критерии тоже сильные такие, что надо будет написать. Надеемся, что сдадим. Благодаря нашим учителям, которые оказали нам огромную помощь в подготовке к сочинению, которые помогали нам писать, составляли для нас клише, говорили, какие произведения лучше всего прочитать. Я не переживаю. В аудитории школьники заходили только с паспортом и ручкой. Никаких телефонов, шпаргалок и справочных материалов. Но можно было пользоваться орфографическими словарями. Для итоговой оценки важнее не количество ошибок, а аргументированное привлечение литературных произведений и соответствие теме. Кстати, темы сочинений разрабатывались Рособранадзором по часовым поясам в рамках пяти направлений. Тему школьники узнали за 15 минут до начала экзамена. Сочинским школьникам предложили проанализировать творчество Лермонтова, чем оно может быть интересно современному читателю, порассуждать о войне, природе и внутреннем мире человека, о том, что помогает человеку взрослеть, и о любви. Что важнее – любить или быть любимым. Объём сочинения не менее 250 слов. С работой нужно было справиться за 3 часа 55 минут. За работу школьникам оценок не ставят, только зачёт или незачёт. Пересдать экзамен выпускники смогут 4 февраля или 6 мая. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова